Добрый день! И наведали предприемство города. Ганна Ковалева с подробностями. Это все, что мы увидели на этом предприятии. С вами легко работать и легко находить общие пути решения. Для нас очень важно наладить бизнес сотрудничества с вашей страной. На сегодня фабрика «Спартак» ожидая поставки в 20 краин света. Только в США что месяц отправляется груз в огонь в 300 тонн. При затверждении перолеку экспортного товара уличаются особливости каждой краины-партнера. Так Ливану пропоновали безалкогольную продукцию, которая вытремливала горячий климат Бейрута, не сгубивший при этом якости. У страны Азии это сертификат «Халяль». В первую очередь у нас сейчас стоит вопрос тоже о получении этого сертификата. То есть сертификат «Халяль» говорит о том, что в продукции нет алкоголя и животных жиров. А это шоколад наш, шоколад, который мы делаем из натуральных ингредиентов. Подчас находжения у Гомеля делегация «Ливана» так само наведала свободную экономичную зону Гомеля-Ратон, отделение Гандлёва промысловой палаты, Гомельшкло и иншее предприемство города. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня Гомельский державный медицинский университет означает 25-годовый юбилей. Поменьшовать с пригожей даты и обмерковать новые доследческие распроцовки проехали в ученые из всей Беларуси, а так само близкого и далекого замежа. Святошный день почался вельми неординарно. Под обязанностями Володы Марина Северьянова. Бронзолеты с белорусским орнаментом, щирые обдымки и добрый настрой отрымливал каждый гость сегодняшнего свято. Студенты медуниверситета одразу покорили своими творческими талентами. Навод подрихтовали концерт инструментальной музыки. Поменьшовать своих былых студентов, а зараз уже профессоров и доцентов Гомельской высшейшей научной установы, приехали их выкладчики из Витебска. Сирот их и первый куратор цеперешнего ректора Гомельского медуниверситета Анатолия Лызикова – профессор Юрий Рыдьенов. Приехал, чтобы поздравить ваш замечательный воздуш с пятилетием, потому что нам 25 лет было в 1959 году, когда я был только на четвертом курсе. Вот Антолий Николаевич – сын моего учителя, акушера-гинеколога Николая Федоровича Лызикова. Я счастлив, что сын вас руководит. Сердечно поздравляю ваш университет, ваших замечательных молодых студентов, которых обнимали меня, я тоже с удовольствием. После урочистых приема распоршалась и республиканская конференция по актуальных проблемах медицины. Подчас работы 13 секций, навуковцы обменялись опытом развития медицины, поделились новыми напрацовками и доследческими планами. Например, одной из самых заважных тем стало обмеркование развития клеточных медицинских биотехнологий. Их применение допоможет лечить самые тяжкие хворобы печени. Але, якими б смелыми и амбициозными распроцовками не займалися студенты и выкладчики медуниверситета, основным призначением кожного уроча повинны заставаться ожидания допомогать людям. Самое главное наше достижение, самая главная цель – это чтобы из стен нашего университета вышел подготовленный врач, чтобы он был прежде всего востребованный специалист, человек, член нашего общества, а потом уже ученый, потом уже какой-то специалист. Чтобы наши доктора, выпускники нашего вуза, их всегда отличало, может быть, такая черта, как душевность, сострадание к пациенту, способность оказать ему в любое время дня и суток помощь. А сейчас во университете учатся студенты Амаль с 30-ти краин. Тому интересной часткой святы станет выстава-презентация «Кухни народа в свете». А финальным мероприемством – урочистый вечер. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадио «Компания Гомель». До других тем. В Гомельском облаконке отбылся семинар «Нарада» по продухелению порушений антиалкогольного законодательства. В режиме видеоконференции в ДЛИМ приняли представники органов мясовых улад и других зацикавленных ведомств из всех районов Гомельщины. Одной из ключевых тем стало выполнение потребований антиалкогольного законодательства, объектами гандлю и громадского хоршевания. На сегодня около 2500 за их реализуют спиртные напои. Не глядяши на категоричную заборону продажу алкоголю неполнолетним, такие выпадки отбываются регулярно. В текущем году выявлено 203 таких факта, когда недоросовестными работниками торговли осуществлялась реализация такой продукции несовершеннолетним. По всем данным фактам привлечены виновные к административной ответственности по статье 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Кроме этого, в нескольких объектах такие случаи выявлены повторно. Все знают, везде в каждом магазине висит, что запрещается отпуск несовершеннолетним, спиртных напитков и пива. Везде есть выписка из правил розничной торговли. Тем не менее, такие факты постоянно выявляются. Я не думаю, что там умысел ставится на то, чтобы спаивать несовершеннолетних. Просто безответственное отношение продал, не думая о последствиях. По выниках семинара распроцованный комплекс додатковых профилактических мер. У приватности пропоновано притягивать до отказности не только самих продавцов, які отпускают спиртное подлеткам, а лейки равняков объекта Угандлю. У Гомеля отбылось ушанование пераможцев и призеров республиканского конкурса профессийного мастерства сяроцепрацовников податковых органов Республики Беларусь. Урошистые мероприемства прошло у стенах музея областной податковой инспекции. Подробности в нашем наступном сюжете. Республиканский конкурс «Профессийное мастерство сяроцепрацовников податковых органов Республики Беларусь» проводится что год. Ее накереваны на повышение у зровня молодых специалистов и створение атмосферы корпоративного единства. Финальный этап конкурса по традиции проходил в Минске. От Гомельщины на его было накеревано три молодых специалисты. Переможцев вызначили у трех конкурсных номинациях. Лепший Державный податковый инспектор по работе с индивидуальными предпринимальниками и физическими особами лепший молодых специалистов сферы улику платежов, а так само контрольной службы. Гомельщане вернулись в родный город с узнагородами. Мы так хорошо в этом году отличились. У нас такая замечательная молодежь, которую очень люблю. Наши все претенденты, а конкурс проводился сначала, он был областным, он проводится так. Наши все претенденты вышли, скажем так, полуфинал, финал этого конкурса на уровне Республики. И что особенно отрадно, это было три номинации, наши все три претендента, они все завоевали призовые места. Как призналися у дельницы конкурса, перемога далась им нелегко. С поборництва проходила у некольких этапов. Треба было проставить членам журы презентационный ролик про себя и свою профессию, отказать на широк питанию, продемонстровать теоретичные веды и практичные навыки. Как мы правильно трактуем, как мы правильно применяем налогозаконодательство, были смоделированы различные жизненные ситуации по нашей работе с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Одновременно был конкурс, связанный с рабочими буднями по представлению налоговой инспекции. Собравшись с думками и эмоциями, гамельчанкам удалось выдатно справиться с поставленными передыми непростыми задачами. У вынику у трех номинациях у наших удельниц одразу первое, другое и третье место. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Валерий Хапанько, Телерадио компания «Гомель». Новые регионы, информацию о проектах Телерадо компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok